проводку тоже помыл почистил брызну на на протеком для заказа идет где 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 номер для заказа 021 номер для заказа вот артикул 021 на на протек брызгаю сюда и брызгаю разъем одеваю за щелкнул и одеваю фиксатор все здесь головки я выдергивал одеваю на место одеваю разъемы все разъемы одел вытаскиваю тряпки открутил я тут клапан сразу его ставлю на место разъем на него одевая и от сторону его отведу потом прикручу его беру коллектор коллектор я помыл все отмыл вот эти резиночки сейчас смажу эти мазать не буду видно них выступают хорошо поэтому прижимаются нормально это помыл все брызнул силиконовой смазкой и завожу аккуратно коллектор на место все наживляю и протягиваю коллектор 9 ньютонов метров все подтянул 7 болтов крепления коллектора на 9 ньютонов метров завожу на место вот эту трубочку и и подключаю ее на вакуум вакуум я тоже прикрутил теперь ставлю на место обратку на обратке вот такой вот фиксатор тюльпан когда мы черную нажимаем мы тюльпан этот сжимаем а когда вот мы ее подняли он расслабляется нажимаем по бокам вот мы опустили а потом только фиксируем все зафиксировали обратку вводили обратку вводили здесь я снимал трубки вставляю их на место здесь снимал трубки пока их на место не ставлю потому что поставлю фильтр потом их защелкну вот этот патрубок снимал ставлю его на место и защелкиваю вот этот хомут родной защелкну его вот этими кусачками установил на место а вот теперь ставлю на место кронштейн кронштейн тоже помыл верхние болты у нас длинные а нижние болты у нас короткие наживляю и протягиваю кронштейн затянул теперь ставлю вот этот уголок который у нас на коллекторе идет его тоже отмыл дроссель у нас два болта разрезные только один у нас не разрезной поэтому эти мы наживляем оставляем а этот выкручиваем здесь все помыл прокладка выглядит выглядывает высоко поэтому все нормально а снизу вот ухо куда вкручивается болт и что еще характерно болт под ешку головку с обратной стороны вставляем наживляем и затягиваем затягиваем я затянул остается нам только ставить дроссель и ставить уже корпус топливного фильтра также Алексей прочитал ты спрашиваешь что это за маслоотделитель покупали на Алиэкспресс заказывали найду ссылку в комментарии ну в описании там добавлю ее вот здесь на воздуховоде соединяется вот таким шлангом если взять его вот он идет с этого места с клапанной крышки вентиляции картерных газов и втыкался воздуховод мы его разрезали вот в таком месте можно немножко отступить подальше разрезать переходники вот эти взял здесь разного сечения диаметр потому что здесь десятки а здесь по-моему 12 или 14 я уже точно не помню поэтому скрутили обычные сантехнические вот можно в бау-центре купили и на резьбовом герметике их собрали один и вот второй все сделали почему такой длинный шланг чтобы он не перегибался иначе он перегибается и вентиляции нету нормальной ну сзади оно лежит этого ничего не видно и вот так вот работает наполняется выручает ладно продолжаю дальше ставлю теперь дроссельную заслонку вот так вот поставил камеру патрубок я потом сниму снизу и тоже его промою потому что интеркулер я тоже буду снимать промывать грязи много и заодно сразу уже осмотрю его на дефект тоже сказал Алексей что масло подкидывать начинает из-за того что он надрывается дроссель я тоже помыл завожу его сначала одеваю шланг на патрубок и вот эти два болта завожу на место затягиваю затягиваю хомут затягиваю хомут патрубка все патрубок затянул ставлю датчик датчик помыл затянул все лепестки из-за заготовка затягиваю затягиваю Сразу одену разъем на него и сразу одену разъем на вакуум. Также одеваю разъем на дроссель. А теперь ставлю кронштейн топливного фильтра и накидываю на место проводку. Камеру сейчас переставлю. Рецепт. Этот топливный шланг пока не одеваю, включу зажигание, попробую насосом прокачать, когда новый фильтр поставлю. Это у нас будет сюда потом, пока не одеваю. Форсунки у нас зажаты. И два нижних болта. Затягиваю. Кронштейн протянул. Беру новый фильтр LR-001313. Снимаю с него заглушки. Со старого фильтра перекручиваю сюда клапан. Он его как бы проламывает. Снизу сюда подключается разъем. Так. Все. Так же переставляем шланг. Снял со старого фильтра. Дренажный. Заправляем его вниз. И одеваем разъем. Снимаю. Для теста. Вышли. Снимаю. Есть. Компания. Компания. Снимаю. Наживляем и перекручиваем сам фильтр. Также одеваем вот эту пластиковую накладку под фильтр. Защелкиваем клипсу, прикручиваем трубку щупа и прикручиваем вот этот усилитель. Затягиваем. Здесь я подключил все, прикрутил, затянул, ставлю на место щуп. Сейчас накину клемму аккумулятора. Воздуховод пока не ставлю. Этот разъем я одел, вот этот разъем с фильтра я снял, на него одел шланг с вакууматором и подкачиваю. Он закачал. Я думаю, что таким образом я прокачал систему. Снимаю, зажимаю шланг и одеваю разъем. Так, ну все, здесь я все собрал, подключил, соединил. Так, накидываю воздуховод. Надеваю клемму аккумулятора. Сразу подтяну я. Еще раз проверяю все. Вроде бы все подключил. Запускаю. Меяכ aussi. Ясно! Он не путешествует請. Попроб beasts! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прогревает. Вот и все. Завел, работает. Посмотрел, нигде никаких подтеков нет, все нормально. Ставлю на место крышку, прикручиваю в воздуховод, закрывая крышку аккумулятора. И на этом все. Замену свечей накала я закончил. Попутно промыл коллектор, гроссельную заслонку и поменял топливный фильтр. Всего вам доброго. И небольшое послесловие. Всегда, когда снимаете с обратки стуцера, всегда заказываете новые резинки. Здесь первая форсунка на обратке чуть-чуть подтекала, было в колодце мокро. Сейчас я ее передернул, поставил, вот завел. Постояла, поработала, смотрю, снизу капает. Давай смотреть. Вот с этой обратки побежала. Но так как я форсунки еще буду вытаскивать, я эти колечки заменю. Поэтому любые операции с обраткой надо заказывать колечки. Субтитры создавал DimaTorzok